В Национальном музее республики вспоминали трагические события 100-летней давности – геноцида синского народа 20-х годов. Памятный вечер был проведён в отделе геноцида, открывшийся недавно. Организатор мероприятия Майя Бекоева пригласила родственников тех, кто испытал кровавые зверства фашистов. Майя Бекоева рассказала о воспоминаниях прадедушки Христофора Бекоева, который подвергся гонениям со стороны грузинских властей. В те тяжёлые годы многие вынуждены были бежать. Мой дедушка вспоминал, что несмотря на юный возраст, он хорошо помнит чувство тревоги и страха среди взрослых. Оно передавалось и маленьким. «У нас есть доказательства грузинских тяний. Сохранились исторические сведения, летописи, документы, как в различных государственных, так и в личных архивах участников и очевидцев тех событий. Это огромная, незаживающая рана», – сказал директор музея Амир Абзасеев. «Он обозначен именно той трагической датой, которая, конечно же, сыграла архиважную роль в нашей истории. В каком бы ракурсе эта ситуация не рассматривалась, это большущая трагедия. Это огромная, незаживающая рана на теле нашего народа и в нашей истории». Трагические события отразились на творчестве многих остинских поэтов и писателей. И сегодняшние авторы нередко обращаются в своём творчестве к тем тяжёлым для нашего народа годам. «Долгое время, со времён начала революционного движения на Кавказе, грузины старались уничтожить осетинский народ. Однако сила духа и сплочённость нашего народа были непоколебимы». Аспирантка Российского университета дружбы народов Алла Гагева представила отрывок из поэмы матери поэтессы Юзы Харебовой «Сломанный мост». Свои стихи зачитали и молодые поэты Лена Кутаева, Филипп Бекоев, Роман Губозов. Эльвира Тибилова, Арсень Гассев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск «Сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова